Боитесь инсульта? Три простых совета, которые помогут уберечь вашу жизнь или жизнь вашего близкого. Я доктор Родион, врач-невролог, и от инсульта никто не застрахован. Что в 15 лет, что в 20 лет, что в 30, в любом возрасте происходит. И в 50, и в 60 это все может произойти с каждым. Мало того, он произошел один раз, а через неделю может повторно произойти следующий. Часть людей вообще, они испытали какое-то головокружение, походили, походили на ногах, и только спустя время узнают, что у них уже произошел инсульт. А у кого-то утром просыпается, рука немевшая, и не понимает, что это и был он уже. То есть все ждут, что человек умрет, а он не умирает. Не всегда. И повторный инсульт, они уже могут забрать его. Три простых совета. Первый совет это сон. Запомните, все неврологи хорошо знают. Если человек много спит, это хорошо. Мозги отдыхают ночью, понимаете? И в этот момент человека восстанавливаются они. И если, допустим, человек не спит, спит там 3-4 часа, это слишком мало. Любой невролог поймет и будет думать, когда же произойдет инсульт. Если спите 10, хорошо. Особенно в пожилом возрасте можно. Это был первый совет. Спать столько, сколько нужно. Как можно больше. Потому что это полезно для ваших мозгов. Второй совет. Второй совет, и он очень банальный и очевидный. Потому что, смотрите, сердце находится вот здесь. А голова здесь. И если вы ходите в вот таком положении, здесь все перегибается. И кровь нормально не может поступать к голове. Мало того, вот здесь вот находятся датчики давления. Каротидный синус. А здесь вот находится ствол головного мозга. В котором находится центр регуляции давления. И в таком положении ничего нормально работать не будет. Расправьте спину. Смотрите, видите, я выровнял. Не должно быть никаких холок. Не должно быть здесь спазмов. Не должно быть никаких головных болей. Потому что в таком ровном положении кровь нормально по прямой. Видите, по прямой. Она прямо в мозги туда летит. И все будет хорошо. Поэтому, если хотите, чтобы у вас с мозгами все было хорошо, держите спину ровно. И не важно, сколько вам лет. Что пожилой, что молодой должны ходить ровненько. И третий совет. Третий совет, запомните. Давление. Если хотя бы раз в месяц у вас поднимается давление. Не важно даже с каким поводом. Поругались. Что-то произошло. Стресс и так дальше. Его уже нужно контролировать. Давление. Если один раз в месяц подпрыгивает. Рано или поздно. Это закончится плохо. Поэтому давление. Если начало беспокоить. За ним нужно уже следить. С вами доктор Родион. Подпишитесь на канал.